МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого грагодинского новости. Студия Нэшел Карбек. Здравствуйте. Коротко о главном. Остановки между городских автобусов в Саране перенесли из центра города на окраину. Власти Саране продолжают свои антинародные реформы. Более 500 тонн сельскохозяйственной продукции реализовано на ярмарке в минувшую субботу. Глава области Нарухамбет Абдебеков ознакомился с организацией торговли. На борцовском ковре юные дизаисты. Более 300 начинающих спортсменов приняли участие в турнире, посвященном памяти заслуженного мастера спорта Айдына Мамбаева. Власти города Сарань продолжают реализацию своих антинародных реформ. Очередным новшеством стал перенос остановок между городских автобусов из центра города на окраины. Отны и для того, чтобы уехать в Караганду, саранцы вынуждены пешком преодолевать километры в грязи по темным улицам. Плохие дороги – не основная проблема жителей Сарания. В начале октября местные власти создали большие неудобства. Решили вернуть остановку междугородних автобусов из центра на окраину города. Чтобы добраться до других городов области, многим приходится преодолевать настоящие препятствия. Вот я вчера возвращалась домой, допустим, да? Я просто не могла идти по тротуару. Я иду по проезжей части, потому что это невозможно. Там пройти темно, очень грязно. У Акима одна только единственная причина, что разбивается улица. Когда я спросила, вот в глаза спросила, что в приоритете – дорога или люди? Мне сказали – дорога в приоритете. В Акимате отмечают, что жалобы на перенос остановки приходят только из северной части города. А для остальных открытие автостанции – большая радость. Жители уверяют – для того, чтобы добраться до автовокзала, нужно либо рискуя жизнью пройти по проезжей части, либо идти, утопая в грязи. Однако, похоже, что у местных властей своей дороги. Чиновники утверждают, что можно пройти по тротуару. Говорю, как есть. Сам прожил здесь 44 года. Все время так было. Никогда не было такого, чтобы у нас в нем автобусы общеобластные ходили по улице Джамбова. Создает ряд неудобств. Не потому, что, вы знаете, просто вот мы не хотим, и все, такого тут нет. Опять же говорю, даже при повороте автобуса, а есть же определенные критерии, когда автобус большой, должны быть улицы, например, 9-метровые, 11-метровые. Внутри городские улицы, они маленькие. Центральная часть города у нас вся асфальтирована. То есть, как люди пишут, надо по грязи идти, утопая в грязи, идти на автостанцию. Но, честно говоря, мы сейчас можем с вами выйти, пешком пройтись по проспекту Асфальт, по улице Абая, Куржаново, Жакеново, везде нового Асфальта. Это все мы восстановили. Как достучаться до властей, жители не знают. Нелогичное решение перенести остановку из центра города возмутило многих. От этого появились проблемы и у водителей. Пассажиры выражают свое недовольство. Многие уже отказались от автобусов и добираются на попутных машинах. Автопарки теряют клиентов. Нам туда, вот сюда, ближе, сюда. Сюда-то ближе, внешне приезжают. Вот разговор. Дорогу сделали. Пассажирам. Из центра, куда мы ездим, там в водителе тоже больше было, да? Потоп, поселение, это изменилось от потопа автобуса. У нас изменилось, у нас меньше стало. Меньше стало. А почему, как вы считаете? Потому что они на такси уже. Чем закончатся разногласия между жителями и местными властями, пока неизвестно. Очевидно, лишь одно – Акиматусаране важнее бумажное предписание, нежели здравый смысл и удобство горожан. Лариса Хусынова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Нурмахамбет Абдибеков посетил традиционную честкохозяйственную ярмарку «Аул-Береке». Глава региона познакомился с тем, как организована торговля, беседовал с посетителями. Всего в минувшую субботу было представлено около 530 тонн честкохозяйственной продукции. Организаторы заявляют, что отныне все ярмарки будут проходить на новом месте в районе Старого аэропорта. Более 530 тонн сельскохозяйственной продукции было представлено на очередной ярмарке «Аул-Береке». Представлены мясо, молочная продукция, рыба, картофель, овощи и многое другое. Свои товары в самом широком ассортименте представили сельхозформирование из всех районов области. Это продукция сельского хозяйства и предприятий, перерабатывающей промышленности. Свою продукцию, конечно, выгодна нам. Ярмарка здесь, скопление народа, здесь оптом продаем все практически. Камазами сразу уходят. Два мешка, три мешка, четыре мешка, у кого какая семья. Бывает, один мешок берут в день. На прошлой ярмарке камаз мы продавали. На этой ярмарке посмотрим теперь. В большом количестве представлена молочная продукция. Богатый ассортимент на прилавках представителей Ростовского сельского округа. Ярмарки очень нужны. Собирается много людей, торговля хорошая. И нам поддержка, и людям хорошо. То есть покупают очень хорошую, качественную продукцию. В ходе посещения мероприятия глава региона Нурмухамед Абдебеков отметил, что ярмарка – это не просто возможность сделать запасы на зиму. Организаторы постарались, чтобы она прошла в атмосфере праздника в лучших традициях предков. В рамках ярмарки также проведен фестиваль баурсаков и кумыса. С начала года проведено 354 ярмарки. Реализовано продуктов питания на сумму около 2 миллиардов тенге. Такие результаты озвучили в областном управлении сельского хозяйства. Все цены согласованы с городским акиматом. Сегодня у нас в общем объеме 529 тонн – это 73 тонны мяса, 17 тонн молочной продукции. И также более 300 тонн – это картофеля и овощной продукции. Такие ярмарки у нас будут продаваться каждую субботу. Следующий суббот тоже здесь, он далее и далее. С 22 октября по 12 ноября будут проведены областные сельскохозяйственные ярмарки в Караганде и городах-спутниках. Сарань, Шахтинск, Балхаш, Тимиртау, Приозерск и Каражал. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 2017 год Тимиртау объявить годом дорог. Такое предложение сделал первый заместитель Акима области Асулбек Дюсибаев. В следующем году в городе Металлургов планируется выполнить масштабные дорожно-ремонтные работы, объем которых будет увеличен более чем 7 раз. Первый объект посещения – фирма Нордпром НС. Основной вид деятельности – производство железобетонных изделий. В 2011 году была введена в эксплуатацию первая очередь технологическая линия по производству железобетонных шпал. В 2015 году внедрено производство столбов и стоек для снегозащитных заборов. Далее первый заместитель Акима области посетил компанию «Ренмилк». Предприятие занимается производством молочной, кисломолочной, творожной продукции, а также производством масла, сыров и мороженого. В 2011 году на обновление оборудования предприятие получило поддержку в виде субсидирования в части ставки вознаграждения по кредиту в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Основное направление – это мороженое. Для нас основное направление – это ценно-молочная продукция, это масло и корот и сыр селеби. Следующим объектом посещения Слубека Джусибаева стала фирма «КМК-Профиль». Основной вид деятельности – изготовление профилированного листа. Сырьем для производства продукции является оцинкованный холоднокатанный металлопрокат и металлопрокат с полимерным покрытием производства «Арселор Митл Тимиртау». Потребителями продукции являются компании из всех областей Казахстана. В конце рабочей поездки в тимиртауском Акимате состоялось совещание. Аким Тимиртау выступил с докладом. В развитии малого и среднего бизнеса в 9 месяцев текущего года количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства составило 10458 единиц. Количество действующих субъектов малого предпринимательства составило 9092 единицы, или снижение на 2,7% к анализному периоду 2015 года. Численость за это в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась на 2,1%, и составило 27612 человек. Увеличился объем произведенной продукции субъекта малого предпринимательства до 15,7% и составило 44 миллиарда 735 миллионов 400 тысяч тенге. В 2017 год в Тимиртау объявить годом дорог предложил первый заместитель Акима Карагандинской области Аслубек Дусибаев. В следующем году в Тимиртау планируется выполнить масштабные дорожно-ремонтные работы, объем которых будет увеличен более чем в 7 раз. В текущем году было отремонтировано всего 3 километра дорог. В целом за последние 5 лет в Тимиртау ремонтировалось только по 5-6 километров. Надо дорогу добиваться того, чтобы ваши предприятия дорожные работали в других областях. Вот это вот масштабные, они не только в Тимиртау, но и в других областях. И эти налоги сюда, получается, все привозят заработку. Вот это вот основное. А так они никогда сейчас со стороны одноразовых предприятий, они у вас никогда не вырастут здесь. Первый заместитель Акима области поручил в недельный срок провести детальный анализ с учетом перепроверки имеющихся смет и возможностей подрядных организаций осуществить работы за ремонтный сезон. Также совместно с промышленными предприятиями проработать вопрос ремонта автомобильных дорог в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Лариса Хусынова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На сегодняшний день почти 80% жителей области, совершившие преступления, это безработные. Такие данные приводят специалисты Управления Комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры. И все из-за того, что работодатели не желают трудоустраивать бывших осужденных. Этой теме был посвящен специальный брифинг. Безработица является ключевым фактором, влияющим на уровень преступности. Такое заявление сделали в областном управлении Комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры. И все потому, что работодатели не желают брать на работу граждан, имеющих судимость. А узнав о судимости, своего работника пытаются как можно скорее его уволить. Эту проблему можно было бы решить, не указывая в справках погашенную судимость. Ведь, по сути, если судимость погашена, то человек считается несудимым. Вот только в 2014 году приказом Генерального прокурора изменен порядок выдачи справок. Теперь в ней отражаются все сведения, состоящие на учете. Однако ожидаются изменения. Я пока вам не скажу, какие там будут внесены изменения, потому что еще ни с кем не согласованы. Но будут определенные изменения. Но на сегодняшний день мы даем то, что у нас есть даже в 80-х годах судимости, которые были в 90-х, в 70-х годах у нас база очень большая, она огромная. Там у нас, в принципе, на каждого гражданина есть сведения. А пока изменения не приняты, прокуроры обращаются к работодателям. Во-первых, не нарушать основной закон страны. И, во-вторых, дать шанс бывшим осужденным на нормальную жизнь. В отношении работодательства хочется сказать такое мнение, что надо видеть справку, даже не судим за кражу, либо за другое преступление незначительное. Да, не все для него это уже, как говорится, страшный человек, что его не надо отпускать и тому подобное. Но он уже с твоим наказом надпыл, побывал в местах лишения свободы, он сделал для себя выводы. То есть, можно сказать, что он не справился. И надо дать человеку возможность, пускай он поработает. А то, что это такое, 79% у нас всех совершенных преступлений совершены безработными людьми. У человека нет работы, куда он пойдет? Надо принимать и водителям, и самовыцов, и клинику можно принять. Что в этом такого? Пускай поработает, надо дать испытательный срок, пускай они поработают, посмотрят. Если их не устроят, то уже совсем другого развивало уже. В управлении Комитета правовой статистики заявляют, высокая безработица ведет к тому, что каждый третий освободившийся из мест лишения свободы в течение первых трех лет вновь попадает на скамью подсудимых. Одной из мер профилактики рецидивной преступности является социальная адаптация ранее судимых граждан, предполагающая в том числе и трудоустройство, заявили прокуроры. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Далее о новостях спорта. В Шведском районе в честь заслуженного мастера спорта Айдына Амамбаева состоялся турнир по борьбе дзюдо. Около трехсот участников со всех уголков области собрались, чтобы испытать свои силы. На состязание побывала и наша съемочная группа. Подобный турнир проводится во второй раз. В этом году соревнования организовали друзья и родные Айдына Амамбаева. В прошлый раз турнир проходил по казахской борьбе. В этом году соревнуются дзюдоисты. Всего в турнире приняли участие 17 юношеских команд. В этот раз мы решили провести соревнования по дзюдо, так как это олимпийский вид спорта. Участвуют команды из Астаны. Поэтому мероприятие считается республиканского уровня. Также есть участники из маленьких сел. Это говорит о том, что интерес к спорту у молодежи повышен. Испытать свои силы приехали 300 спортсменов, которые делились на 11 весовых категорий. Арман Нуржанов защищал честь города Тимиртау. Он с раннего детства занимается спортом. Большую часть свободного времени Арман проводит на тренировках. На сегодняшний день в копилке у спортсмена достаточно наград областного и республиканского значения. Я люблю спорт и наверняка свяжу свою жизнь с ним. Эти соревнования у меня не первые, но волнение все равно чувствую. Но я уверен, что займу призовое место. Победители турнира награждены призами и медалями. Организаторы мероприятия уверены, что этот турнир не последний и в будущем станет традиционным. А сердце Зымбаева, Жак Слык, Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» разгромил команду ЖЮЦСУ и Сталдыкургана и остался премьер лиги. 22 октября на стадионе «Шахтер» состоялся матч 31-го тура чемпионата страны. Итог встречи 4-1 в пользу горняков. Поле, покрытое снегом, холодный ветер. В таких условиях карагандинским футболистам пришлось играть последнюю встречу нынешнего сезона. Со стартового свистка «Шахтер» прибрал инициативу. Горняки играли первым номером весь тайм. На 12-й минуте встречи «Шахтер» заработал второй штрафной удар. Деслей Убинг навесил в штрафную площадь, где мяч дошел до Юлиуса Зоке. Молодой словацкий полузащитник одним касанием замкнул передачу и открыл счет голом в матче 1-0. На достигнутом карагандинцы останавливаться не стали. На последних минутах первого тайма Марко Симоновский вынудил галки «Пирожит-Су» выйти из ворот и отдал передачу на Максата Байжанова. Опытный полузащитник точным ударом удвоил преимущество своей команды. Они ушли на перерыв при счете 2-0 в пользу «Шахтера». Во втором тайме на 69-й минуте «Горники» сумели довести комбинацию до взятия ворот. Деслей Убинг на левой бровке убежал от всех игроков обороны и изящным ударом переиграл вратаря гостей. На 88-й минуте «Горники» вновь довели атаку до завершения. Второй мяч в свой актив записал Максат Байжанов. В добавленное время забил «Жит-Су». В шрафную площадку «Горников» последовала навесная передача с правого фланга, которую замкнул Максим Азовский. По итогу последней домашней игры «Горников» в этом сезоне была зафиксирована крупная победа карагандинцев над Талдыкурганским «Жит-Су» 4-1. Таким образом, карагандинцы набирают 36 очков и гарантируют себе место в премьер-лиге будущего сезона. А вот Талдыкурганцы опускаются на последнюю строчку, уступая один балл «Уральскому Акжаику» и «Таразу». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Карагандинские хоккеисты продолжают беспроигрышную серию игр. Вернувшись домой 22 октября, Сара Арка встретилась с Тюменским клубом «Рубин». Итог встречи 3-1 в пользу карагандинцев. Сразу стоит отметить, что весь матч проходил с ощутимым преимуществом карагандинских хоккеистов. Этот факт ярко отражает статистика. Соотношение бросков створ-ворот к финальной сирене – 35-15 в пользу Сара Арки. И все же сибирякам долгое время удавалось придерживаться своего рисунка игры. Правда, своего галкипера «Рубиновым» следовало поддерживать более активно. Этим не применули воспользоваться хозяева площадки. И на 14-й минуте нападающий Павел Махановский открыл счет 1-0. Во втором периоде «Рубиновцы» нанесли шесть бросков створ, один из которых оказался голевым. Виталий Каменев поразил цель, разыграв шайбу с Денисом Ичменевым 1-1. В третьем отрезке гостям удалось взять игру под свой контроль. Они уверенно контролировали шайбу, и обороне Сара Арки пришлось изрядно напрячься. Уверенность карагандинцам вернул Сергей Твердохлебов, проявивший твердость в борьбе на пятачке 2-1. Вскоре «Рубиновцы» остались в меньшинстве, и Дмитрий Желнировский реализовал лишнего 3-1. Не получилось немножко. Игра в атаке сегодня, и допустили грубейшую ошибку. Играли по счету, знали, куда едем, знали, что за команда. Хорошо обученная команда, хорошо выполняющая обстановка тренера. И думали о том, чтобы сыграть от обороны, попробовать сыграть на контратаке. В какой-то мере что-то получилось, но допустили в конце грубейшую ошибку, хотели доиграть по счету. Там уже дальше видно, потому что любые очки сейчас на вес золота. Но немного не дотерпели. Ну, а гол в меньшинстве – это истечение обстоятельств. Наставник карагандинцев Вадим Епанчинцев заявил, что доволен игрой своей команды. Особую благодарность главный тренер выразил болельщикам, поддержки которых так не хватало на выездных матчах. Спасибо им за огромную поддержку. Вся команда это чувствует, и я думаю, что благодарны нашим болельщикам. И хотелось бы поздравить всю Караганду с победой и готовимся дальше к следующей игре. А следующая игра уже в понедельник, 24 октября. На ледовой площадке Караганда-арена Сарарка принимает Курганский клуб «За Уралье». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На этом у нас все. Смотрите наши новости на сайте телеканала. Если у вас есть интересные события, звоните на номер 420649. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok